Русская православная церковь Многие тут же вспоминают летописное повествование, легенду о выборе веры. Но не спешите с ответом. Оказывается, ответ не так прост, как кажется на первый взгляд. Из летописи мы знаем о пришествии к князю Владимиру христиан Востока из Византии и христиан Запада от Папы Римского, хазарских иудеев и булгарских мусульман. С каждым из пришедших князь беседовал, стараясь разузнать особенности их религии. Наиболее убедительными показались князю аргументы византийского священника, и он остановил свой выбор на восточной греческой вере, так называемом православии. Было принято решение о крещении Руси по византийскому обряду. Так написано в летописи. Но эта история вымысел от начала до конца. И не потому, что основной целью легенды из летописи было подчеркнуть превосходство православия над другими религиями, хотя и не без этого, а потому, что в 988 году, даже если отталкиваться от совершенно неверной хронологии, в то время не было ни западных, ни восточных христиан. Напомню, история Иисуса Христа – это XII век, поэтому все события по крещению Руси могли происходить не ранее начала XIII века. Об этом я уже много раз рассказывал на своем канале, поэтому не буду повторяться. Но данное видео будет рассказываться в рамках официальной хронологии, чтобы было всем понятно. Повторю, даже если отталкиваться от официальной истории христианства, в 988 году еще не существовало разделения на христиан западных и восточных. Христианство было по сути единым с примесью различных течений, так называемых ересью. И о них я расскажу чуть позже. Почему читать летопись смешно? А потому, что официальное разделение христиан на восточных, условно греко-византийских и западных, европейских, произошло лишь в 1054 году, то есть спустя более полувека после якобы крещения Руси и правления князя Владимира. В 10 веке, во времена Владимира, византийский патриарх и римский папа лишь боролись за первенство над единым христианским миром. Кто кому подчиняется? И не более. Никаких принципиальных отличий в обрядах и богослужениях в то время еще не существовало. Все отличие сводилось лишь к двум вещам. Первое. К безбрачию духовенства. Византийское духовенство требовало безбрачия только от епископов. А папа римский запрещал брак любому священнику. Второе. Восточные священники использовали для причастия обычный заквашенный хлеб. А латиняне употребляли пресный, не квашенный хлеб. И все. Вот и все принципиальные отличия христиан на момент крещения Руси Владимиром. Повторю, церковный раскол произошел только в 1054 году, когда и произошло разделение общей христианской церкви на римско-католическую церковь на западе и православную на востоке с центром Константинополя. Также непонятно, почему нам рассказывают байки, что Русь крестилась именно в греческую веру, то есть в православие. Кто сказал, что на Руси в 11 веке была греко-византийская вера, православие? Давайте вспомним раскол 1054 года. Согласно летописям, в Константинополь для переговоров с императором были отправлены послы Папы Льва IX во главе с епископом Гумбертом. Византийский патриарх, пригласив кардиналов Папы Римского на собор, указал им место позади византийских архиереев. Тем самым, публично унизив послов Папы. И тут самое интересное, о котором мало кто рассказывает. И понятно, почему. Ведь сказанное далее разбивает привычный образ православия на Руси. Покинув Константинополь, разгневанные кардиналы Папы Римского отправились жаловаться и искать духовной военной поддержки не в Рим к Папе, не в Европу, а на Русь, в Киев. В Киеве они с огромными почестями были приняты Великим Князем и Киевским Духовенством. И Киевское Духовенство и Великий Князь Езеслав, сын Ярослава Мудрого, пообещали помощь в разрешении конфликта в вере. На чьей стороне выступали Киевское Духовенство и все Киевские князья? Легко понять по событиям первых крестовых походов. Напомню, при взятии Константинополя с греческой верой, латинскими крестоносцами, основной ударной силой на стороне Папы Римского были именно полки Киевской Руси. Папа Римский руками восточных славян насадил латинскую веру в Константинополе. Печально, но факт. Откуда такая любовь к Папе Римскому у киевских священников и киевских князей XI-XIII веков? А вы забыли, что киевские князья имели более тесные связи именно с Латинской Европой, чем с Константинополем? С Латинской Европой Киевская Русь даже имела крепкий военный союз. Для примера, сын Владимира Красное Солнышко, великий князь Ярослав Мудрый, взял в жены дочь первого христианского короля Швеции Олафа Щотконунга. Три дочери Ярослава Мудрого стали латинскими королевами Франции, Норвегии и Венгрии. Сын Святослав был женат на знатной немецкой принцессе, родственнице самого римского папы Льва IX и императора Священной Римской империи Генриха III. Язислав взял себе в жены польскую принцессу, дочь короля Польши, Мешка II и Рыксы Латаринской. С остальными сыновьями Ярослава Мудрого сплошная путаница. Но ясно одно, что все они взяли себе в жены латинских принцесс. И лишь один Всеволод женился на дочери византийского императора Константина IX Мономаха. Как видим, династические браки Руси и Латинской Европы были очень сильными. Не зря, когда Язислав Ярославович, женатый на польской принцессе, изгнанный братьями из Киева, оказался в Польше. Он в 1075 году отправил своего сына Ярополка в Рим к папе Григорию IV, обещая передать всю Русь кафедре Петра в обмен на содействие в получении военной помощи. Проще говоря, Язислав Ярославович пообещал крестить Русь в католическую веру. И латиняне помогли князю. И никто на Руси не возмутился этим поступком. Наоборот, местные священники дружно поддержали решение папы. В 1077 году Язислав триумфально вернулся в Киев. Вот и все реалии, вот и вся любовь к Киевской Руси, к греческой вере, к так называемому православию, которая к православию на самом деле не имеет никакого отношения. Сам Язислав и его сын Ярополк позже были канонизированы Русской Православной Церковью. Забавно. Оба они были сторонниками латинской веры, открыто поддерживали латинских миссионеров, но канонизированы Православной Церковью. Смешнее и нелепее ситуации не придумаешь. Сегодня не принято говорить, что латинская церковь появилась в Киеве еще в XI веке. В Никоновской летописи записано, что великий князь киевский Ярослав Язиславович обложил всех жителей Киева данью, в том числе и латыню, живущую в Киеве. Католическая община в Киеве была самой массовой. Католики жили и в других землях Киевской Руси. Так в лаврентийской летописи в записи 1154 года упоминается о набеге пуловцев на Переославль и его окрестности, в ходе которого они разграбили многие села и сожгли лятскую божницу, то есть польскую церковь. Одна из древнейших католических церквей Киева, доминиканский храм во имя Пресвятой Девы Марии, существовавшая в XII-XIII веках, упоминается в житии Иоакимфа Андравонжа. Так в какую веру крестил князь Владимир свой народ? Это весьма интересно. Явно не в православии. Летописное повествование принятия христианства Владимиром принято называть корсунской легендой. По этой легенде князь Владимир принял крещение в Корсуне, древнерусское название Херсонеса Таврического. Но Корсунская церковь не может рассматриваться как православная церковь византийского толка. Согласно повести временных лет, корсунский символ веры явно содержит в себе арианские черты. В повести временных лет князь Владимир Святославич при своем крещении примерно в 988 году зачитал символ веры. Сын же подобосущен и собезначален отцу. То есть, согласно символу веры, Иисус был подобен Богу Отцу, но не единосущ с ним, как об этом утверждает никейский символ веры. Основные положения ариан – ариане – это первые христиане, которые не признавали Иисуса Богом, а лишь первым из равных, посредником между Богом и людьми. Получается, что князь Владимир принял христианство не греческого, а арианского толка. Но византийская церковь считала ариан злобными еретиками, а арианство – ересью. Как же так? По истории Русь крестили византийцы в греческую веру, но согласно летописи Владимир крестился по обряду ариан и принял арианство, которое по официальной истории было под страшным запретом у греков. Одно противоречие за другим. Советский и российский выдающийся историк, доктор исторических наук, профессор, публицист и общественный деятель Аполлон Григорьевич Кузьмин в своей книге «Начало Руси. Тайны рождения русского народа» объяснял произнесение еретических слов Владимиром при крещении тем, что князь принял не православие, а какую-то неортодоксальную версию христианства, испытавшую сильнейшее влияние арианского вероучения. Профессор обращает внимание на то, что древнерусский храм в Киеве, Десятинная церковь, построенная князем Владимиром сразу же после крещения Руси, не была первым православным храмом, как нам вбивает в голову. Ведь Десятинная церковь за все это время существования подвергалась неоднократному переосвящению. Первый раз при князе Ярославе Мудром, сыне Владимира, который якобы и крестил Русь в греческую веру. Потом эту церковь опять переосвящали, еще несколько раз, уже с заезжими патриархами из Византии. Это означало, что Первая Десятинная церковь, построенная при Владимире, не была православным храмом и не имела отношения к греческо-византийской вере или к православию. То, что великий князь Владимир крестил Русь не в православие, а в арианскую веру, для многих специалистов сегодня уже не секрет. Но далеко не все понимают, во что вылилось арианство и в какую религию. Из истории мы знаем, что первыми христианами были именно ариане. Их влияние в основном сосредоточилось в Европе, главным образом в Центральной и Северной. Сильные позиции арианских патриархов были в землях будущей Франции, Англии, Чехии, Германии и Польши, в странах Скандинавии и Прибалтики, а также в киевских землях. Так вот, первые католические римские папы вышли именно из арианской среды и опирались на арианство в Европе как на основную силу в борьбе с греческой византийской религией. Для примера, первые христианские соборы в Германии и Австрии были именно арианскими. Поэтому латинская вера и католичество и зародились из арианской ереси. Подвожу итоги. Великий князь Владимир, крестил Русь, не в православие, а в арианскую ересь, будущее католичество. А в московские княжества религию принесли восточные христиане, тюрки, с Волги, Урала и Алтая, с бывшей территории священника Пресвитра Иоанна, отца Иоанна или киридского хана Ванхана. Поэтому до реформы XVII века патриарха Никона в киевских землях было по сути прокатолическая уния, бывшее арианство. А в московских владениях от Пскова до Волги – восточная ересь, неостреанство. Реформа Никона просто узаконила на всей земле будущей России прокатолическую унию, которую сегодня ошибочно называют православием. Поэтому отмечание Русской Православной Церкви тысячелетия крещения Руси выглядит крайне нелепо. Никакого православия ни на Руси, ни в России никогда не существовало. Но кому это сегодня важно? Русской Православной Церкви